Не стареют душой ветераны. А участники спартакиада ветеранов доказывают, что и телом они пока еще бодры и сильны. В спорткомплексе Светланы Хоркиной в областном центре пятые областные соревнования собрали более 400 участников. Среди ветеранов труда, вооруженных сил и правоохранительных органов были и ветераны Великой Отечественной. К нашему удивлению и восхищению. О том, почему главное в жизни сердцем не стареть, репортаж Андрея Москалика. Для каждого из них спартакиада это не просто спортивное состязание. Это желанная вершина, которую они долго и упорно шли. Ведь для того, чтобы попасть в сборную своего города или района, ветеранам нужно было показать лучший результат в отборочных испытаниях. Очень трогательно смотреть, когда, скажем, какое-то небольшое поселение, буквально там всего 8 ветеранов набралось, но они прибыли на спартакиаду, чтобы поучаствовать, скажем, в доступных видах спорта. Гимн ветеранов и торжественное шествие 22 команд. Это церемония открытия. После чего началось самое интересное – спортивные соревнования. В этом году в них вошло 7 видов состязаний. На волейбольной площадке сошлись 6 команд-финалисток предварительных игр. Для них сегодня самая важная игра. В это же время на легкоатлетическом манеже одновременно проходят 3 соревнования на меткость. Это дартс, метки-футболист и метки-баскетболист, а также командная эстафета. Команды готовятся, не просто так. Они горят желанием показать свое. Ну, у всех, может, не все получается, но в данном случае к этому стремятся. Чтобы поддерживать в тонусе не только тело, но и разум, организаторы включили в программу соревнований с шахматы. В этом году во всех дисциплинах принимали участие и женщины. Мне через полгода будет 60 лет. Я военнослужащая, 25 лет прослужила в армии. Поэтому спорт для меня – это норма. Я рекомендую всем заниматься. Это продляет жизнь, это общение и это здоровье. Каждый год «Спартакеада» набирает обороты и становится наиболее ожидаемым событием для ветеранов. В 2015 году на уровне районных городов подняло участие более 3000 ветеранов, а на заключительный этап в областной центр приехало 466 человек. Но для каждого из них победа не цель. Главное – полнота жизни и положительные эмоции. Никогда не разведут друг друга ветераны и «Спартакеад». Андрей Москалик, Евгений Кравцовский. Новости мира Белогорья. Общий итог по всем видам состязания вывел на первое место среди городов команду Старого Оскола. Вторую и третью ступеньку пьедестала заняли белгородцы и шебекинцы. Среди команд муниципалитетов третье место у Белгородского района, второе – у Яковлевского, первое – у Волоконовского. Именно волоконовцам достался и специальный приз учрежденной нашей телерадиокомпании. Спутниковая тарелка позволит участникам команды-победительницы смотреть программы. Мира Белогорья. Напомним, областной телеканал сегодня есть в пакетах всех спутниковых операторов – «Континент», «Телекарта HD», «Триколор» и «НТВ+. Нужно только включить автопоиск и настроить наш канал на удобную вам кнопку. «Триколор». Продолжение следует...